Добрый вечер! В эфире Первого Приднестровского телеканала информационная программа «Вовремя». В студии Станислав Стоянов. Смотрите выпуски. На следующей неделе в Одессе встретятся участники консультации «5 плюс 2». Сегодня дипломаты обсудили повестку дня предстоящего раунда. Череда майских праздников позади, как несли вахту экстренной службы. Нашествие комаров. Нужно ли бить тревогу? И пару дней прохлады. Передышку от весеннего зноя принес балканский циклон. Предстоящий раунд консультации в формате «5 плюс 2» стал главной темой встречи Нины Штанский и Дженнифер Браш. Стороны обсудили повестку дня очередного раунда постоянного совещания. В те раз были уверены, что основная часть повестки должна состоять из социально-экономических вопросов. Напомним, встреча в формате «5 плюс 2» пройдет 23 и 24 мая в Одессе. Сегодня повестка дня предстоящего раунда консультаций в формате «5 плюс 2» еще окончательно не согласована. В Тирасполе настаивают на том, что эта работа должна быть завершена в ближайшее время, чтобы в Одессе можно было сконцентрироваться на обсуждении конкретных вопросов. Мы получили уже предварительный проект повестки и у Приднестровской, и у молдавской стороны разное видение того, что именно нам следует обсуждать и как именно нам нужно к этому подходить. Мы настроены на субстантивную работу. У меня есть поручение главы государства максимально сосредоточиться на содержательной части и двигаться вперед для того, чтобы достигать конкретных результатов разных, больших и малых, но конкретных, ощутимых людьми. Есть ряд протоколов, над которыми мы работали в последнее время. В частности, речь идет о проекте протокола о свободе передвижения, о вопросах образования, сферы телекоммуникаций. Мы надеемся достичь результата в ходе следующего раунда по этим вопросам. В Тирасполе озабочены внутриполитической ситуацией в Молдове. Она негативно отражается на динамике переговорного процесса. Тем не менее, преднестровская сторона надеется, что до Одесской встречи повестка все же будет согласована. Также в ходе сегодняшней дискуссии была затронута тема демонтажа фуникулера в Рыбнице. Этот вопрос получит дальнейшее обсуждение в ходе Одесской встречи. Я считаю, что если никто не поддастся на искушение и не станет политизировать эту тему, то возможности для прогресса колоссальные в этом вопросе есть. Оставшееся время стороны совместно с действующим председательством ВБСЕ намерены посвятить согласованию повестки дня предстоящего раунда консультации в формате 5 плюс 2. Андрей Малеван и Александр Бондарь, Первый Приднестровский телеканал. В Дубосарах на встречу с руководителями Министерства экономического развития и Комитета цены антимонопольной деятельности собралось около 30 руководителей предприятий различных форм собственности. В основном это те, кто хотел получить информацию о нововведениях, разработанных министерством из первых уст. Тема разговора – малый и средний бизнес, ценообразование, состояние экономики Дубосарского района и республики в целом. Как рассказала Майя Парнас, сегодня правительство работает над тем, чтобы максимально упростить систему налогообложения и дать возможность развиваться всем предприятиям, независимо от вида деятельности и формы собственности. Комитетские хозяйства не более 5 егар, у которых по одному этапу на члене 50-го фермерского хозяйства мы предлагаем освободить от уплаты за патенты, то есть чтобы мелкие хозяйства дать возможность работы бесплатно. Сейчас интенсивно обсуждается правительство и предпринимается усиление для восстановления агроперерабатывающих заводов. По словам главы госадминистрации, в этом году в районе планируется восстановить переработку сельхозпродукции на заводе Суворов. Дубосарцев интересовали вопросы модернизации предприятия, рынки сбыта производимой продукции и шаги правительства по поддержке собственных инвесторов. Те предприятия, которые инвестируют в собственное развитие, пусть даже малые доли, но внутри нашей республики, как вы намерены поддерживать эти предприятия? Сумма инвестиций у нас не облагается на уровне дохода. Если эти инвестиции идут именно в капитальные вложения, не в оборудование капитала, этот год у нас есть. Для более эффективной работы, помимо разработки поддерживающих программ, необходимо упростить систему регистрации и отчетности, говорили руководители местных предприятий малого и среднего бизнеса. Для этого необходимо создание единой электронной базы, чтобы участвователь предприниматель мог прийти в один кабинет, сдать в одном кабинете документы и получить все необходимые документы в этом же кабинете, чтобы он выходил по всем кабинетам и стоял в очередях, и просил дать им справку на ту справку, которую он получил в предыдущем кабинете. Эта проблема тоже есть, но сможем ее решить только тогда, когда мы сможем зациклить муниципальные органы и государственные органы в одну систему. Работа эта ведется. Диалог продолжался почти два часа. Министр экономического развития и председатель комитета цен и антимонопольной деятельности заверили, что все пожелания дубосарцев будут учтены органами госвласти. С сегодняшнего дня вступило в силу постановление правительства об утверждении расстояний, в пределах которых лицам пенсионного возраста предоставляется право на бесплатный проезд в транспорте общего пользования. До сих пор на пригородных маршрутах пенсионеры обладали правом свободного проезда в пределах 50 километров. Отныне такая льгота будет действовать только в рамках конкретного административного округа. Например, для терраспольчан только на территории столицы. Льготный проезд действует также на общественном электротранспорте – троллейбусах. Из террасполя в Бендеры и обратно пенсионер может доехать по-прежнему бесплатно. Те же населенные пункты, которые не имеют прямого сообщения с районным центром, им допускается осуществление бесплатного проезда с пересадкой. В частности, допустим, Кицканы. И они осуществляют свою поездку к правам бесплатного проезда с пересадкой в террасполь. То есть с Кицкан до террасполя. Террасполе пересаживаются на маршруту террасполь-Слободзея. По словам начальника управления автомобильных и пассажирских перевозок Госслужбы транспорта и дорожного хозяйства, пенсионеры сегодня – самая многочисленная категория льготников. Только в прошлом году из полутора миллионов льготных поездок миллион пришелся на их долю. Тем временем ущерб преднестровских перевозчиков, в том числе и от обслуживания льготников, как сообщают в Госслужбе транспорта и дорожного хозяйства, уже достиг 10 миллионов рублей. Эту сумму им обязано возместить государство. Череда праздничных мероприятий позади. И несмотря на то, что число 13 во всем мире считается несчастливым, на 13-дневном майском отдыхе это не отразилось. 1-го, 9-го, а также на Пасху и проводы все спецслужбы работали в усиленном режиме. В итоге выходные и праздничные дни прошли практически без происшествий. Жаркая погода, установившаяся в Приднестровье на майские праздники, стала причиной возгорания, отмечают пожарные охране. Высушенная на солнце трава самовоспламенялась. Огнеборцы добавляют. Причина возникновения очагов – оставшийся после многочисленных маевок мусор. Были выезды порядка 50-55 на горение сухой травы и мусора. То есть обстановка с пожаром была относительно спокойная. Из пострадавших был один человек пострадавший по вине своей, в нетрезвом состоянии, упал на костер и немножко повредил себе конечности рук. Милиция в минувшие две недели несла службу по усиленному варианту охраны общественного порядка. В МВД говорят, в местах скопления народа преступлений совершенно не было. Однако без происшествий не обошлось. Были раскрыты четыре грабежа из шести совершенных. В период проведения майских праздников особо тяжких преступлений, такие как убийство и разбой на территории республики, зарегистрировано не было. Зарегистрировано 34 факта, связанных с хищением имущества собственника, 11 из которых связаны с незаконным проникновением в чужое жилище. А вот у медицинских работников первые 13 дней мая прошли относительно спокойно, по сравнению с буднями. Мы выполнили 1952 вызова. Собственно говоря, если сравнивать с обыкновенной нашей будничной деятельностью, никакой повышенной нагрузки у нас не было. То есть прошло все в штатном режиме. В конце зимы, начало весны вызовов у нас было в сутки больше. То есть в среднем было 180-190 вызовов. Сейчас же у нас в среднем 150 вызовов. К этому стоит добавить, что 1 и 9 мая, а также на Пасху и проводы, были выставлены усиленные посты скорой помощи в местах скопления народа. Александр Кожухарь, Юрий Прошичев при содействии пресс-центра МВД ПМР для 1-го Приднестровского. И в продолжение темы. Сегодня в Дубосарах на аппаратном совещании подводили итоги работы коммунальных служб в выходные дни. Как отметил глава госадминистрации, не все сработали на должном уровне. Курган Гоинской славы к 9 мая успел зарасти травой, а с городских кладбищ не своевременно вывозился мусор. Вы должны все успевать, это не ответ. Ответ правильный будет, если виноват, исправлюсь и порядок будет. И не искать причину, как не делать, а искать средства, как сделать. Если не состояние, значит, вот здесь на аппаратном совещании озвучивайте до того, как, а не на последний момент. Совместными усилиями всех организаций, вопросы по благоустройству и санитарной чистке города к праздникам удалось решить, отметил глава района. Впредь он рекомендовал руководителям более ответственно подходить к выполнению своих обязанностей. Впереди у Дубасар важное мероприятие – театрализованное представление, посвященное 220-летию обмена послов между Россией и Турцией на Днестре. Ожидается большое количество высокопоставленных гостей. В настоящее время в парке, где будут проходить основные мероприятия, уже идут ремонтные работы. Подготовлена сцена, устанавливаются скамейки. Вскоре здесь появятся и асфальтированные дорожки. Праздник намечен на 4 июня. Президент России Владимир Путин провел в Сочи совещание о стимулировании использования газа в качестве топлива для транспорта. Глава государства поручил правительству ускорить подготовку нормативно-правовой базы в этой сфере. Далее о самых интересных событиях за рубежом. Половина общественного транспорта России в ближайшие годы будет использовать в качестве топлива не солярку и бензин, а газ. Согласно подписанному главой российского правительства Дмитрием Медведевым постановлению, на газомоторное топливо будет переведено не менее 50% общественного транспорта и транспорта дорожно-коммунальных служб в крупных городах. Также планируется снизить или обнулить ввозные пошлины на импорт компонентов для производства газомоторных автомобилей. В стране необходимо развивать сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, которых насчитывается всего около 250. Перевод транспорта на газ повысит сбыт для теряющего объема продаж на внешних рынках «Газпрома» и поможет производителям техники на газе, которую выпускают «КамАЗ» и «Группа ГАЗ». Вчера антимонопольная служба России также отметила небольшое удешевление бензина на Дальнем Востоке. Глава антимонопольного ведомства Игорь Артемьев отметил, что цены могли снизиться в результате проверок, проведенных по поручению президента Владимира Путина, или из-за снижения цены на нефть на мировых рынках. В России задержали американского шпиона. Сотрудник посольства США в Москве Райан Фогл якобы предлагал 1 миллион долларов сотруднику российских спецслужб взамен на сотрудничество. Самое смешное, что это свое предложение американец якобы изложил в письменном виде и носил это письмо с собой. МИД РФ объявил Фогла персоной нон-грата. Россельхознадзор сообщил о том, что четыре украинские компании прекратили экспорт курятины в страны Таможенного союза по причине ее заражения кишечными инфекциями. В курятине двух из четырех компаний были найдены сальмонолез и листерия. Продукция этих компаний продолжает продаваться на внутреннем рынке и, возможно, в Приднестровье. По сообщениям украинских СМИ, зараженная курятина реализовывалась под торговыми марками «Гавриловские курчата», «Наша ряба», «Тавер плюс», «Элитекс». В Саудовской Аравии сегодня скончались еще два пациента, которые были госпитализированы с подозрением на заражение новым коронавирусом. Новый неизвестный штамм вируса, вызывающий широкий спектр заболеваний дыхательной системы, впервые был обнаружен в середине мая 2012 года. С лета прошлого года в Саудовской Аравии зарегистрировано в общей сложности 24 случая заражения новым коронавирусом, в том числе 15 случаев со смертельным исходом. За последние трое суток на Солнце произошли три мощных вспышки класса X. Последняя из них была зафиксирована сегодня в 4 часа утра по местному времени. Три подряд вспышки такой мощности уникальное явление, которое еще ни разу не фиксировалось за период наблюдений. Успокаивает то, что выбросы были направлены не в сторону нашей планеты, что снижает вероятность магнитных бурь. Продолжаем выпуск. Воспитание ребенка – нелегкий труд. Влияние интернета, телевидения, социальных проблем на детей зачастую доставляют родителям дополнительные трудности. Такие проблемы знакомы каждой современной семье, неважно европейской или приднестровской. Об этом и не только. Сегодня студентам рассказал лектор из Германии Хольгер Линдик. Еще 20-30 лет назад над миром не правили информационные технологии. Школьники ходили в библиотеки, в секции по интересам. Но расти ребенка было всегда нелегко. Особенно сегодня, когда воспитывают его не только родители, а еще средства массовой информации и интернет. Я хочу показать, как я работаю в Германии с детьми, у которых есть проблемы в школе, как можно с этим справиться. Потому что у нас в Германии такие же проблемы, как и у вас здесь, как и во всем мире. По мнению профессора, одной из главных проблем современной молодежи является то, что молодые люди не понимают важности обучения. Современные подростки в Германии, по словам Хольгера, избалованы и полностью уверены, что родители обо всем позаботятся. Это и препятствует их полноценному развитию, отмечает он. У нас в Германии есть специальные занятия в группах, где учат детей, как обращаться с телевидением, радио и интернетом. Там также показывают родителям, как они со своими детьми могут изучать компьютерные технологии. По словам профессора, негативного влияния современных технологий можно избежать или преуменьшить благодаря живому общению. Меньше компьютера, интернета и телевидения. Реальность гораздо прекрасней. Александра Комплеева, Николай Беркиншток, Первый Приднестровский. Работа на дому со свободным графиком. Фриланс. В последнее время этот вид заработка становится все популярнее в интернет-пространстве. В календаре даже праздник такой есть – День фриланса. Его как раз отмечают сегодня, 14 мая. Вольный художник, он же внештатный сотрудник, он же фрилансер. Человек, выполняющий работу без заключения долговременного договора с работодателем. Находясь вне постоянного штата компании, фрилансер может одновременно выполнять заказы сразу для нескольких клиентов. Первое упоминание о фрилансе датируется 19 веком, когда в своем романе «Айвенга» знаменитый Вальтер Скотт средневекового наемного воина называет фрилансером. Как и столетия назад, современный фрилансер сам предлагает свои услуги. Правда, сегодня уже через интернет. Глобальная сеть стала масштабной площадкой для рынков фриланс-услуг. На сегодняшний день этот вид заработка хорошо развит в Европе, Америке и стремительно развивается в России и странах СНГ. Свой первый заказ в качестве фрилансера Станислав выполнил несколько месяцев назад. Говорит, такая работа имеет множество плюсов. Главный плюс работы фрилансером – это то, что ты можешь работать, не выходя из дома. Строить свой график работы сам. И для меня это очень немаловажно, так как я студент. И могу совмещать и учебу, и работу. Среди минусов удаленной работы специалисты называют ненормированный график. Периоды застоя могут сменяться авралами и работой по 16-18 часов в сутки. Трату времени на неспециализированную деятельность. И отсутствие материальных выплат. Ведь в отличие от реального, виртуальный работодатель никакой ответственности перед вами не несет. Как бороться с комарами и долго ли такое большое их количество будет беспокоить приднестровцев? Специалисты Центр гигиены и эпидемиологии говорят, всему виной апрельский разлив Днестра и образовавшийся после паводка временные водоемы. Именно из-за них на улицах и в домах так много комаров. Такое количество комаров, объясняют эпидемиологи, явление временное. Как только вода в образовавшихся во время паводка водоемах высохнет, насекомых станет в несколько раз меньше. Жителям республики докучают комары двух видов – айдос и куликс. А вот малярийного комара, уверяют специалисты, очень мало. И бить тревогу не нужно. В этом году его численность на порядок ниже, чем в прошлом. Надо одеваться, соответственно. Конечно, не оголяя кисти, руки и ног. Засечивание оконные, дверные, проем их должно быть, не допуская в помещение. И покосы травы. Покосы травы, почему надо это делать? Потому что днем они находятся в траве, как только вечер, они вылетают с травы и нападают на человека. А вот всевозможные мази, спреи и крема, отмечают в Центре гигиены и эпидемиологии, могут защитить, но далеко не всех. Это зависит от кожи человека и его реакции на то или иное антикомаринное лекарство. Да и сами насекомые на каждого человека реагируют по-разному. Мазью есть, спиральки дома ставлю. Вот такая, одеваемся. Москитными сетками. Да, в принципе, никак. Стараюсь что-нибудь одевать такое легкое, чтобы не кусали. Стараюсь шевелиться. Спирали всякие, вот эти вот, рапторы. В основном, больше ничего такого. Специалисты рекомендуют, если никакие спреи и мази от насекомых не помогают, одевайтесь. Подойдет все. Пиджаки, рубашки с длинным рукавом, любая одежда, которая хоть немного защитит от комаринных укусов. Чтобы такого массового появления комаров не было, энтомологи говорят, нужно как можно чаще обрабатывать водоемы по правилам несколько раз в год. Но из-за отсутствия финансирования, последний раз специалисты обработку ввели в 2011 году. Однако препараты, которые, как правило, используют эпидемиологи, действуют только на комаров. Другие виды насекомых от биопрепаратов не страдают. Еще одни насекомые, встреча с которыми далеко не радостная – клещи. Их в этом году в разы меньше, говорят специалисты, чем в прошлом. Да и пик активности пришелся на апрель месяц. Но меры предосторожности соблюдать все же нужно. Не сидеть в густой траве, закрывать открытые участки тела и каждые несколько часов осматривать себя. Татьяна Коркина, Александр Чибан, Первый Приднестровский телеканал. Виндерский дзюдоист Виктор Скворцов завоевал серебряную медаль на турнире серии «Большого шлема», который проходил в Баку. Сейчас приднестровский спортсмен находится на 18-й строчке мирового рейтинга. Это самый высокий результат за время его спортивной карьеры. О других новостях спорта расскажет наш спортивный обозреватель Юлия Саракапут. В национальном первенстве Молдовы по футболу вот-вот прояснится итоговая картина. За три тура до окончания чемпионата участие в Еврокубках обеспечили себе Кишиневская дача и футбольный клуб «Террасполь», претендующий на вторую строчку. Между тем, бронзовые медали горожане себе уже гарантировали в домашнем поединке с Кишиневской академией. Хотя Эдуард Аврам и расписался в воротах терраспольчан за свою команду, в конце первого тайма хозяева отыгрались. Александр Попович заработал пенальти, а Александр Гросу успешно его реализовал. Больше голов не последовало. Матч завершился с голевым равновесием 1-1. Ну а лидер турнирной гонки столичный шериф практически подобрался к своему очередному чемпионству. Еще три очка желто-черные взяли в матч Узбельской Олимпии. Тотальное преимущество хозяев на 14-й минуте воплотилось в первый гол. Счет открыл сербский легионер Марк Астанович. Во втором тайме команда Виталия Рожкевича проявила еще большую настойчивость. Отличились Александр Пешич и вышедший на замену Вячеслав Лиса. В результате крупная победа шерифа 3-0. Мы бы не хотели получить то, что получила Зимбру. Не доценить соперника, чтобы не получилось так, как в игре с Зимбру. Поэтому настрой был на максимальный и вот эти вот возраст мы исключили. Нужно было просто пройти, подойти профессионально к этому матчу. И то, что я сказал, на первый план вышла психология в этом матче. Победа над Олимпией сократила путь к золотым медалям до одного очка. Шериф находится в шаге от чемпионства. Юлия Сорокопут, Игорь Харламов, Первый Приднестровский телеканал. Ненавистники жары вздохнули с облегчением. В прямом смысле этого слова. Со вчерашнего дня на смену по-настоящему летней весны пришли дожди и ветер. Виновником таких погодных капризов стал циклон из Болгарии, рассказали в Республиканском гидромедцентре. Большая часть территории юга нашей республики находится в теплом секторе этого циклона. Поэтому влияние его, не столь значительную осадку, выпало совсем мало по югу Приднестровья. От 5 до 7 мм за прошедшие сутки. Более сильные осадки прошли и продолжают идти по северным районам республики. Каменка, по Каменскому и Рыбинскому, и частично по Дубасарскому району. Циклон в Приднестровье задержится ненадолго. Сейчас он уже смещается в сторону Украины. Еще сегодня ночью и завтра метеорологи ожидают ливневые осадки с порывами ветра до 15-17 метров в секунду. Затем весна вновь вступит в свои права. Однако высоких температур мы не ожидаем. При отсутствии осадки 24-26 градусов тепла до конца недели. Лишь в конце недели, на воскресенье и начало следующей недели, понедельник, еще возможны кратковременные дожди с грозами при температуре 25-26 градусов. Однако уже на следующей неделе и в конце следующей недели ожидается малооблашная погода без осадков. А теперь более подробно о погоде на завтра и не только в республике, но и за рубежом. 15 мая в Москве небольшой дождь. Ночью плюс 16, днем плюс 25. В Киеве переменная облачность и также дождь. Ночью плюс 18, днем плюс 25. В Кишиневе малооблачно, без осадков. Ночью плюс 15, днем 23 градуса выше 0. В Схинвале переменная облачность. Ночью плюс 12, днем плюс 23. В Сухуми малооблачно, ночью плюс 15, днем плюс 24. В нашей республике, по сообщению Гидромедцентра, ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь, местами сильный, возможно гроза. Ветер северо-западный 7-10 метров в секунду. При грозе порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 14, днем плюс 21, плюс 24. Спонсор метеовыпуска – компания «Фокстрот». Выбирай скидку в магазине техники «Фокстрот». «Фокстрот» с 3 по 15 мая получи скидку 50% на вторую покупку или 100% на третью покупку в чеке. Магазин техники «Фокстрот». Комфорт и цены – одно удовольствие. Центральная улица города Тирасполь, 25 октября, 98. Телефон 7-2007. Это были главные новости уходящего дня. С последними событиями также можно познакомиться на сайте нашего телеканала. Всего вам доброго и до встречи на Первом Приднестровском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин